Приветствую вас, мои друзья. Это Save the Eclipse, сериал о восстановлении культовой тачки. Сегодня финальная глобальная система на турбомашине. Это система подачи и охлаждения воздуха. Это 19 серия проекта. Система подачи воздуха начинается с воздушного фильтра, затем расходомер, пайп до компрессора турбины, холодная часть турбины, пайп до интеркулера, сам радиатор охлаждения воздуха, пайп до дроссельной заслонки с клапаном сброса воздуха, байпас или буллов, ну и впускной коллектор с дроссельной заслонкой. Вот все пайпы, что в этом списке расположены до дросселя, мне и надо создать для этой машины. Прежде всего, из чего всё это делать? Материалом для впуска может быть что угодно от водопроводных труб до титана, но для не сильно закорчённых машин я всегда использую алюминиевые трубы, и соединители из многосвойного силикона. Алюминий прочный и лёгкий металл, и если умеешь его сваривать, то получается надёжная впускная система, которая с лёгкостью выдержит давление наддува до 2 бар. Первый пайп – это труба, соединяющая выход турбокомпрессора и вход в интеркуллер. Радиатор охлаждения воздуха был куплен владельцем машины задолго до начала постройки проекта. Это брендовый интеркуллер, по размерам чётко встаёт в рестайлинговый бампер Eclipse. Диаметр входа и выхода 57 мм, собственно исходя из этого я и создаю этот пайп. Турбина имеет выход 50 мм, поэтому надо сделать переход. И тут происходит всё то же самое, что и с выхлопом. Все пытаются на сток турбину создать трёхдюймовый впуск, чтобы получить много сил. Я и сам так делал много лет назад на первом своём Eclipse. А всё потому, что раньше мы думали только о драге и режиме газ в пол и ставили огромные вёдра, а сейчас я строю быстрый городской автомобиль. И мне важно минимизировать лаг турбосистемы. Мой пайп начинается диаметром 50 мм, затем плавно переходит диаметр интеркулера 57 мм. Это сохранит скорость потока и не будет дополнять лишний объём трубы. С турбиной этот пайп соединяется прямым силиконным патрубком и фиксируется силовыми хомутами. А вот со стороны интеркулера стоят хампы. Это силиконовые соединения с демпфером. Они гасят качение двигателя относительно неподвижного интеркулера. Следующий этап от интеркулера до дросселя. Начинается с такого же демпфера. Этот пайп начинается в диаметре выхода интеркулера 57 мм, но, как и предыдущий пайп, заканчивается другим диаметром, на этот раз 63 мм. Это диаметр входа с дроссельной заслонки. По возможности длину магистрали впуска нужно минимизировать. Ведь чем короче впуск, тем меньше его объём, и сжатый воздух быстрее попадёт в мотор. Для G2 давно стало классикой располагать трубу впуска по диагонали над коробкой передач. Для интеркулеров с входами и выходами в сторону это оптимальная трасса впуска. На этом этапе важно иметь все преграды подкапотного пространства на своих местах. Поэтому пришлось максимально собрать все узлы. От радиатора и вентиляторов до проводки и аккумулятора. У трубы впуска не так много места, а ещё надо расположить булов и фильтр, но это уже чуть позже. Надо распилить и обработать все кусочки будущего пайпа. Алюминий капризный металл и добротная сварка требуют хорошей обработки поверхности стыкуемых частей. Все элементы подгоняются без зазоров и конечно важно не оставить заусенцев внутри трубы, чтобы потом частицы алюмина не улетели в двигатель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Зрелище конечно завораживающее, но занимает очень много времени. Если найдутся фанаты этого действия, то я залью сварку в полном объеме на свой мусорный канал, ссылочка будет где-то тут. Но вы пишите, надо ли это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 При этом blow-off это делает в атмосферу и прикольно пшикает обычно Приборной фланец байпаса G-Ready найти в продаже не удалось И приходится делать его самому из какого-то фланца от Sky Патрубок от фильтра, точнее от расходомера до турбины, это тюнячка с E-B Под сток турбину от G2 Но у нас тут вход турбины 7,6 мм И этот пайп надо переделывать Субтитры делал DimaTorzok Теперь все части есть и можно расположить blow-off, точнее байпас, на свое место В размеченном месте сверлю отверстие под диаметр квапана и привариваю фланец Субтитры делал DimaTorzok Готовый пайп установить и снимая трубки фильтра не получается, но я ленивый и разбирать не хочу А через низ этот пайп прекрасно влез даже в полностью собранном виде Весь впуск готов, но я не упомянул одну маленькую, но очень важную деталь Это крепление интеркулера Хотя про крепление фильтра я тоже не сказал, но это не такая важная деталь Интеркулер это массивный узел автомобиля И его надежное крепление залог как минимум безопасности Как я пафосно сказал В общем, верхнему и нижнему кронштейну обязательно быть Они как обычно, два самореза через усилитель бампера и все закреплено на века Система подачи и охлаждения воздуха Готово! Я конечно рассказал не обо всех этапах постройки впуска Таких как выбор интеркулера, геометрия впускного коллектора, опрессовка системы Но это я упустил и во время съемки, и расскажу в других видосах В процессе постройки пришлось собрать все элементы подкапотного пространства И теперь впереди остается возня с электрикой А дальше обкатка машины Выявление неисправности бэушных запчастей Возможное исправление косяков сборки Анонс в конце серии все равно покажет кадр и следующий Скорее всего финальной серии этого сезона Поэтому могу сказать, что машина завелась И даже крутит колесами Но это уже в следующей серии А на сегодня это все Я жду ваших комментариев Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал И не забывайте про репосты Всем удачи, всем пока Да все, наверное, хорош Стань Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok